24 июля прошло очередное заседание общественного совета при госэкоинспекции в Одесской области и госэкоинспекции северо-западного региона Черного моря. Были подняты проблемные вопросы по застройке склонов и берегоукрепительным и берегозащитным сооружениям. Очередные жалобы граждан поступают с фонтана из Черноморки и Крыжановки. С начала года общественным советом проведено четыре экологические экспертизы с привлечением ученых с мировым именем и профильных специалистов. Среди них уже известны нашим телезрителям проблемы Крыжановской буны, из-за которых уже два года страдают пляжи Крыжановки и поселка Котовского, а также берегоукрепительные сооружения и канализационные стоки поселка Черноморки. В обоих случаях, несмотря на то, что у застройщика были правильно оформлены документы на данные сооружения, в итоге ученые доказали, что есть определенные экологические проблемы, которые надо решать. Иногда доказать возможные последствия строительства не имеют полномочий даже государственные органы и инспекции, как это было в случае с Крыжановской буной. Есть разрешительные все документы. Точка. На этом наша полномочия закончилась. А громадская рада сумела инициативно провести громадскую экспертизу с привлечением Института морского природокрестования, с привлечением профессора Шуйского. И получили результат, который передали дальше в обл. администрацию, и он изменил отношение к этой ситуации. На этом заседании рассматривались также проблемы берегоукрепительных сооружений Большого фонтана. Но с ними конкретная проблема, опять же, застройщиками. Город не имеет финансов на ремонт старых и строительство новых сооружений. В связи с этим в нагрузку к разрешениям на строительство в прибрежной зоне требуются инвесторов проведения и работ по укреплению склонов. Мы видим двухэтажные, пятиэтажные берегоукрепительные работы. Мы все понимаем, что здесь идет просто, как говорится, игра, что под видом берегоукрепления или какого-нибудь дайвингового центра строится, в общем-то, или гостиница, или какой-то комплекс, или какой-то комплекс там каких-то коттеджей. И хотя застройка склонов абсолютно не устраивает горожан, но на берегоукрепление, по словам замначальника городского управления, отвечающего за данную сферу, нынешняя городская власть средств как не выделяла, так и не собирается выделять. Что же касается экоинспекции и их работы, то за последние годы сильно сокращен инспекторский состав, что зачастую не дает возможность полностью охватить проверками все побережье. Возможным выходом из данной ситуации смогло бы стать привлечение общественных активистов. Но и тут возникают бюрократические проблемы. С недавнего времени, чтобы официально стать общественным инспектором при экоинспекции, требуется высшее образование и многолетняя практика в экологической сфере. Такие новшества не дают возможность сегодня создать Институт общественного контроля, который, как и во времена Советского Союза, смог бы незамедлительно реагировать на все нарушения в сфере экологии.